Утренняя и вечерняя прогулка для Оксаны, ее любимицы с кучтерьеры Дузи, не просто ежедневное правило, необходимость. Вдоль побегать по газонам, проверить все кусты и исправить свои естественные потребности за дачу питомца. Не оставить следов пребывания своей собаки в общественном месте за дача хозяйки. Берешь простой целопановый кулечек, надеваешь его на руку, собираешь, выворачиваешь, завязываешь на узел и выбрасываешь в любую городскую урну. Все, это избавляет тебя от чувства вины, избавляет остальных прохожих от всяких неприятностей, ожидающих на асфальте или на газоне. И это должны соблюдать все. Должны соблюдать, но не соблюдают. Ведь таких заводчиков собак, кто считает, что убирать за своим питомцем ни их обязанность, ни мало. На городских газонах нередко встретишь свидетельство выгул четвероногих. Не исключение даже знаковые места города. Еще не настал час массовых прогулок собак, а в сквере у сочинского мемориала уже появились чьи-то домашние любимцы. Да, постоянно собачки здесь гуляют, но это не место. Здесь и дети же, в принципе. Если бы они за собой убирали, вопросов бы не было. Например, вчера у нас была с дочерью ситуация, казус. И мы, конечно, хотели, чтобы собаководы за собой убирали. Обувь отмывают. Сочинские парки – любимые места для прогулок жителей и гостей. И если кто облюбовал их для выгулопитомцев, необходимо соблюдать простые правила. Некоторые заводчики их уже знают. У нас молодой человек вот сейчас с пакетиком придет, и мы, конечно же, будем собирать все отходы нашего гуляния. Я думаю, что так как у нас не выделено в Сочи площадок для выгула домашних животных, поэтому, видимо, каждый волен выбирать свое место. Соблюдаем, убираем за собой. Пакетики есть у меня. Все делаем, как положено, чтобы не гадили собаки. Если кто-то это не убирает, я делаю замечание. Впрочем, тех, кто не желает проявить сознательность и добровольно убирать за своим любимцем, могут простимулировать материально. В Краснодарском крае за загрязнение животными мест общего пользования предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Копейки по сравнению с европейскими мерками. Самым дорогим штрафом за несоблюдение правил выгулки будут наказаны ирландские хозяева. Им придется выложить около 200 евро. В Англии придется отдать тысячу фунтов, а в Америке недобросовестные собаководы раскошелятся на 250 долларов. В принципе, в Европе не убирать за своим питомцем считается дурным тоном, что называется позор хозяину. Так что сочинцам, стремясь к европейскому образу жизни, стоит помнить, что чистый город начинается с малого. Желание не наследить и постараться, чтобы следы пребывания своего питомца не заметили окружающие. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.